Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос в связи со скорым началом учебного периода. У меня начинается паника, сразу начинаю думать о предстоящих учебных временах, рутина, когда дневная учёба, много материала, очень сразу многое, мне непонятно, панические атаки, начинаю сразу, как только в голове вырисовываю, что меня опять ожидает. Страхи многочисленные, как мы с этим бороться, как настроиться на учёбу, поменять мысль. У меня паника, мне сложно учиться и много страхов. Перешла на второй курс в медицинском университете. Пишет автор вопроса, пожелавший в данном случае остаться анонимным, как мы можем видеть. Ну что же, давайте разберём ваш вопрос. Во-первых, первое, что хочется, наверное, как-то вот у вас спросить, да, первое, что хочется уточнить, это момент, связанный именно с, значит, момент, связанный с мотивом. То есть, какой у вас мотив? Мотив именно учиться. То есть, ну, как бы, это сложный пример. Давайте честно себе скажем, вот, что это сложно. То есть, я имею в виду, я имею в виду, что обучение на врача, так понимаю, что речь идёт именно об этом, что вы обучаетесь на врача. Вот, и, значит, это сложно. То есть, очень сложно. Учиться. Сложно учиться. И нужна мотивация для этого. Как мне кажется, мотивация серьезная, мотивация, ну, существенная. Вот. И, опять же, как мне кажется, нужно, чтобы вам, как минимум, было интересно то, что вы делаете. Вот. Вот. А если вам не интересно то, чем вы занимаетесь, если вам, ну, как-то сложно, да, вот, ну, понимать, да, то, чем вы занимаетесь, опять же, то возникает вопрос, ну, а зачем тогда? Да. Поэтому самый главный вопрос, на который вам нужно себе ответить, как мне кажется, это вопрос того, как я вообще оказался в медицинском. Как я вообще оказался там. Вот. Это первое. На что вам нужно обратить своё внимание. Вот. Мотивация. Мотивация и, эээ, именно вот, эээ, как я оказалась в этом, значит, ну, в этом, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть иду ли я в эту профессию сама, или я в этой профессии, потому что кто-то или что-то меня, например, заставляет. Это очень важный момент, если вы учитесь на врача не по своей воле, если вы учитесь на врача, не потому что вам это близко, не потому что вам этого хочется, а потому что вот, например, кто-то вам, например, сказал, что туда нужно идти, то это, естественно, вас будет сбивать, если вы не чувствуете, что вам хочется этим заниматься. Это первое. То есть сначала это выглядит как то, что у вас не хватает мотивации, сначала это выглядит как то, что вам не хватает, значит, ну вот, интереса, да. Сначала это выглядит как то, что вам, ну вот, как-то тяжело именно. И, соответственно, следующее, к чему хотелось бы перейти, это к вопросу о позволении себе ошибиться, если у вас позволение себе на ошибку. То есть не быть идеальным, например. Не идеально справиться с какой-то задачей. Не идеально выполнить что-то. Если нет, то почему. Следующий момент – это ответственность. Т.е. у нас мы в своей деятельности довольно часто, получается, сталкиваемся с тем, что человек где-то ответственность на себя не берет за свои действия. Но значительно реже и тем ценнее. Мы сталкиваемся с тем, что человек где-то берет ответственность на себя, наоборот, слишком много. То есть слишком много ответственности человек на себя берет. И вот эта история, история, когда я беру слишком много ответственности на себя, когда я слишком много на себя взваливаю, когда я слишком много беру задач, например. Вот эта история, она, как мне кажется, тоже разрушила не одну, ну скажем так, жизнь. То есть ни одну жизнь эта история способна разрушить. Просто потому, что если вы игнорируете объективные факторы, если вы игнорируете свои возможности, если вы игнорируете, ну скажем так, объем вашего ресурса, если вы пытаетесь, допустим, одна справиться, с задачей, да, одна пытаетесь справиться с вызовами, которые естественным образом у вас возникают, что нормально. То само собой вам также становится тяжело. Вот. Ну и наконец, если мы говорим о природе страха определенного, да, то мы можем говорить иногда, но не всегда, о том, что страх нам для чего-то нужен. Вот в вашем случае может такая быть история, что вы, например, чрезмерно уделяете внимание учебе, допустим, чрезмерно занимаетесь ею, чрезмерно, скажем так, посвящаете ей свое время. Но при этом забиваете на другие вещи, на другие сферы деятельности, на, например, развлечения, на, например, свою жизнь, жизнь личную, жизнь социальную, хобби и так далее. И что делает в данном случае страх? В данном случае страх вам как бы намекает, что ты слишком много, ты слишком много занимаешься этим, ты слишком много занимаешься учебой. Количественное занятие чем-либо никак не отращает качественного. Я бы даже сказал, что качественное занятие чем-либо тяготеет к уменьшению количества, потому что увеличение, количественное увеличение занятием чем-либо ведет к автоматизации, ведет к рутинности. Собственно, вот то, что вы пишете, ну вот, говоря о рутине, да, то, что это получается как бы каждый день одно и то же, каждый день обмечаешь задание. Имеется в виду задание на уровне деятельности, да, не имеется в виду, что вы делаете одно и то же. Вот, каждый день это все, каждый день вот эти вот задачи. И само собой, само собой, само собой, само собой ситуация складывается таким образом, ну, что вы просто вот, чувствуете себя в какой-то момент себе не принадлежащей. Вот, и эта история, она про такую вот, ну, про отсутствие, скажем так, заботы, о себе. Ну, знаете, вот, такое, вообще, эм, попало отсутствие заботы о себе. Когда вы, вот, эм, прямо, э, к себе относитесь, ну, вот, э, очень и очень, ну, я бы сказал, э, я бы сказал, знаете как, э, э, может, э, ну, посредственно, вот так, я бы сказал. Да? Да? Вот. И, вот этот момент, э, момент, что вы относитесь к себе, э, так, вот, вот, э, посредственно, э, это тоже, э, серьезная, э, такая, получается, проблем. Вот, поэтому, э, здесь нужно, э, смотреть, э, в первую очередь, именно на то, э, прислушивайтесь ли вы, э, к, э, себе, и прислушивайтесь ли вы, э, к тому, чему, э, чего вам хочется. Вот. Э, замечаете ли вы, э, э, ну, вот, э, то, чего вам хочется. Обновляете ли вы себе это, даете ли вы себе это, э, то, что, ну, вот, то, чего вам, э, как-то хочется. Вот. Вот. А, вот, и, э, если нет, э, если, э, ничего такого не происходит, ну, допустим, э, э, то, само собой, э, возникают, вот, все вот эти страхи, э, о которых вы, э, вы рассказываете. Потому что, они, э, призваны, э, эти страхи, э, призваны… Ээ, призваны. Ну, помимо того, чем вы занимаетесь, есть что-то другое. Должно быть что-то другое, и страхи вам об этом говорят, прямо говорят в Амадонне, что должно быть что-то другое. Вот, соответственно, здесь такая история, здесь такой момент. Можно использовать определенные техники, например, дыхательные, если еще другие. Эти техники представляют из себя довольно механистическую. Довольно механистический подход к человеку. Довольно эффективные, быстрые, но не решают какую-то принципиальную, что ли, задачу. Да? Вот, не решают принципиальный вопрос, связанный именно с комфортом человека. Вот, и человек, в общем и целом, остается как-бы в своем состоянии. То есть, ну, то есть, ничего не решается в жизни. Глобально. Вот, глобально, да, ничего не решается у такого человека, к сожалению. Поэтому, решать вам, ну, вот, в смысле, как вы будете действовать, да, а будете ли вы действовать, или вы будете просто, ну, вот, пытаться, вы будете просто пытаться, как-то вот, ну, адаптироваться, да, приспособиться. Кто из ситуации, в которой вы оказались, я не знаю. Ну, вот, конечно, хочется вам сказать, что если вы хотите жить полноценной жизнью, вот, то, наверное, все-таки имеет смысл. Разбираться в себе, наверное, все-таки имеет смысл. Исследовать себя, наверное, все-таки имеет смысл. Я хочу, ну, пригнать, что, немножечко, вы, нет, тот человек, которым пытаются быть, пытаются быть, и взваливайте на себя слишком много за бетч. Вот, вам, скорее всего, эти задачи не по силам. Вот, ну, опять же, не по тому, что они вам не подходят, например. А именно, по такой простой причине, что эти задачи, они не соответствуют вам. Вот, они, эти задачи, ну, скажем так, являются для вас тяжелыми. Вот, и вы стараясь их выполнить, стараясь их решить. Ну, вот, действуйте, к сожалению, себе во вред. Вот. А вот, пожалуй, то, что я бы хотел вам сказать сейчас, и то, как я бы хотел ответить вам на вопрос. На вас. Вот. А на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, что позволит вам начать двигаться. вперед. Вот. И позволит вам формулировать базовые постулаты для психотерапии. еще бы я хотел у вас спросить, было ли вам тяжело, было ли вам трудно, ну, писать об этом, писать об этом. А что вы рассказали нам здесь. Вот. Было ли вам тяжело это все. Потому что наличие сопротивления тоже о многом может сказать. Вот. очень бы хотелось знать, как вы восприняли свое письмо сюда, что вы чувствовали, что вы ощущали. когда, ну, писала, рассказывала свою историю. Вот. Cela как,ified, что вы чувствовали, вы чувствовали? Чувствовали вы? Стеснение, чувствовали ли вы? Страх, чувствовали ли вы, сомнения, злость, облегчение, чувствовали ли вы, обиду, чувствовали ли вы, разочарование и так далее. Вот эти все вещи очень важны, очень важно, чтобы вы заметили это, очень важно, чтобы вы опреагировали это, потому что уже сейчас, в тот момент, когда вы начали об этом говорить, процесс психотерапии, да, он начался, вы его, можно сказать, запустили, успешно, вот, вам теперь нужно просто продолжать в том же духе. А вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам сейчас дать. На этом все, я желаю вам удачи, обращайтесь, всего самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова